Пятый золотой гребешок Заслуги сомнению не подвергнуть. Практически 50% всего птицеводства области сосредоточено именно в Искитинском районе. Причем эти показатели еще будут прирастать с введением в строй улыбинской птицефабрики. А действующие предприятия вкладывают значительные средства в свою модернизацию. Это дает возможность успешно конкурировать на рынке. Те же, кто умеет хорошо работать, умеют хорошо отдыхать. Основная идея праздника – всем, чтобы люди много отвлеклись от работы, наверное, пообщались в неформальной обстановке, скажем, с коллегами по цеху. И, конечно же, создали себе какой-то заряд бодрости и настроение хорошее. Раньше, когда мы начинали его, это было основное направление – чествование, награждение наших трудовых коллективов, птицефабрик, наших дружеников. Ну а сегодня это стал просто большой районный праздник. Центральное событие фестиваля – карнавальное шествие. Глава района дает колоннам зеленый свет. Муниципальные образования и предприятия из Китимского района – движение начать! Золотой гребешок объединяет все муниципальные образования. К праздничному шествию готовятся и предприятия, и сельсоветы. Глава муниципальных образований лично возглавляют свои делегации. Задача – как можно ярче себя презентовать. В этом году такое мероприятие, и такие мы все нарядные, красивые. Чем больше ярмарки, тем больше красоты и солнечного счастья в жизни. На одной площадке представители всего из Китимского района. По сути, это его лучшая визитная карточка. Но пришло время отдать должное и труду птицеводов. Перед веков отрасли сегодня награждает почетными грамотами и благодарностями. Я вообще фарш-составитель. Я люблю, там же очень много всего интересного. Фарши мы заводим на всякие различные пельмени, котлеты, колбас. Работаю с 2008 года, там с 2008. Мне очень нравится. Я люблю просто свою работу. Тем временем многочисленные площадки праздника манят прохожих. Цыпать, цыпать, цыпать. Погладь цыпу. Изюминкой фестиваля второй год подряд становится мини-ферма. Суточные цыплята собирают вокруг себя многочисленную ребятню. Где еще удастся, особенно городским детям, подержать в руках теплые живые комочки. Мы второй раз на этом празднике. Очень нравится. Ребенку нравится, нам нравится. Все красочно, красиво. Цыплятки для детей хорошо придумали. Мы просто услышали, решили приехать, посмотреть. Очень грандиозный праздник. Красиво все. Куриную тему поддерживают все конкурсы фестиваля. Можно пострелять из рогатки в злых птичек. А можно наоборот, нарядиться в желтенькие перышки и стать участником конкурса детских костюмов. Я с цыплятами дружу, зернышки кидаю. А ты с ней сторожу, рита поевая. Нам предложили, мы не отказались. Чтобы приз получить. Главную жар-птицу сегодня выбирают из среди районных красавиц. Конкурс красоты в три этапа проходит на главной сцене. Своих петушков, птенчиков и кур сегодня презентуют и мастера декоративно-прикладного искусства со всего района. Техники совершенно разные. Например, у евсенцев джутовая филигрань. Композиция, посвященная нашему празднику, золотому петушку. Курочка снесла яичка, вырастила цыпленочка и петуш вот выгуливает. Вышли курицы на двор, петуху на разговор. Да болтались наши птички, к вечеру снесли яички. Это же вот настолько фантазии у людей. Сидят и не видим, да, вот на таких мероприятиях можно посмотреть, познакомиться с людьми и с их творчеством. Это же в свободное время люди делают. Очень красиво, очень. На празднике должно быть и красиво, и очень вкусно. Для всех гостей проходит дегустация продукции местных предприятий. Но есть и главный подарок – три гигантские колбасы, общим весом почти 100 килограммов. Такой колбаски хватит накормить всех желающих. Ограничений по количеству бутербродов нет. Доставай. Итак, билет под номером каким? И практически весь день идет розыгрыш лотереи. Тем, кому этот день особенно везло, домой возвращались с хорошими призами. А главный счастливчик – с холодильником, набитым куриной продукцией.